Цифровая рабочая станция, которую буквально можно засунуть к себе в карман. Когда-то такое могло лишь сниться, но не так давно вышла уже третья версия Cubasis. Это тот же самый Cubase, но перелопаченный под работу с мобильными устройствами. Что интересно, у третьей версии появилась поддержка Android-устройств. Канал Давай запишем, мимо такого пройти никак не мог. Потратили свои кровные, купили приложение, давайте вместе с вами его и посмотрим. Первым делом с Cubasis 3 можно работать как на iOS-устройствах, так и на Android. Android сегодня и будет нашим лабораторным мышонком, поэтому давайте без промедлений всё дело это будем подключать. Можно работать без внешней звуковой карты, такая возможность действительно имеется, слушать либо через наушники, либо через встроенные динамики в ваш телефон. Но у меня в планах есть кое-что записать, вернее целый мультитрек, чтобы раскрыть возможности вот этой самой программы. Поэтому давайте подключим кое-что. Внешнюю звуковую карту. Это Steinberg UR24C. Даже мы её поставим, наверное, вот сюда поближе. Знаете почему? Почему мы её сюда поставим? Мы её сюда поставим, потому что, в принципе, все внешние аудиоинтерфейсы, они у нас делятся на два пласта. Я про те аудиоинтерфейсы, которые работают с мобильными устройствами. Первые имеют себе отсек под батарейку. Их можно спокойно прямо по USB брать. По USB, по Type-C, который у меня здесь. Длинный Type-C. Брать, подключать к телефону. И они сразу же будут работать. В нашем случае у нас карта с дополнительным разъёмом для питания. Вот тоже USB, не тот, но вот этот. Два USB. Запутаться достаточно легко. И мы его подключаем либо к розетке, ну через специальный адаптер USB на вилку, либо подключаем, как я сейчас сделаю, к компьютеру. И всё. Это дело у нас работает. Карточка у нас работает. Мы всё подключили. Теперь с чистой совестью можем открыть Cubasis и смотреть, а что же там такое? При первом включении загружается демо-проект. Подобран он действительно хорошо. Здесь есть как миди-дороги, то есть мы сразу с вами можем посмотреть работу в пиано-роле, работу с виртуальными инструментами, которые здесь есть и так далее. Помимо миди-дорог тут есть уже прописанные, ну вот скажем, электрогитары или бас в виде волновой формы. Опять же, по ним можно кликнуть, перейти в редактор волновой формы и посмотреть, что здесь можно подредактировать туда и обратно. Но начать предлагаю я вам всё-таки с миди. Давайте посмотрим, какие виртуальные инструменты здесь есть в наличии. Теперь мне понадобятся, конечно же, мои наушники, чтобы хоть что-то слышать. Так, давайте смотреть. Выходим из пиано-ролл, заходим в инструмент, в миди-инструмент, который у нас есть на этой дорожке, и смотрим. Здесь у нас был аппарат пиано. Давайте его засолим. Вот так это всё дело звучит. Это то, что у нас идёт в комплекте вместе с Cubasis. S90 Grand, электропианино Mark I, Mark II и вот такая ещё вещичка. Дальше идут барабаны, киты. Это именно установки, наборы установок. Но их можем послушать чутка попозже. И как вообще здесь обстоят дела с инструментами? Смотрите, мы получаем сэмплер Microsonic. Это, можно сказать, урезанная версия Halion Sonic, которая есть в Cubase компьютерном, который для полноценного компа. Здесь есть куча всего. Здесь есть акустическая пианино, к примеру, Bright Piano, пианино с закрытой крышкой. Вот. И тут внизу у вас прям даны иконочки различных инструментов. То есть можно выбрать органы, синтезируемые звуки. Вот FM, допустим, синтез такой интересный. Гитары, басы, струнные, медь. Криповый хор. Ну учитывайте, что там миди прописано под пианино, так что... Кстати, тут можно поиграть, поиграть на клавишах. Давайте выберем хор, откроем клавиши. Криповый хор, я и говорю. Вот, ну пойдём дальше. Какие-то такие штуки есть, перкуссия есть и барабашки. Ну на барабашке... а хотя давайте даже я нажму. Ну да, просто установка звучит. Так, остановим. Откроем какое-нибудь пианино, пусть играет дальше. Это что касается Microsonic. Дальше у нас идёт Classic Machines, но насколько я знаю, да, это штука, которая в комплекте у нас не идёт. Её нужно докупать. К сожалению, нам бесплатно ими попользоваться не дали. Мини-сэмплер. Так, тут мы уже с вами смотрели. Это что было в самом-самом начале. Заметьте, что здесь есть как Factory Presets, так и My Presets. То есть можно самому создавать пресеты и сохранять их в программе. Micro Lock. Вот это очень классная штука. Это синтезатор. Синтезатор, который вшит прямо сюда. В чём ещё одна очень классная фишка, когда эти проекты вы переносите в полноценный Cubase, а так можно сделать. Вот этот синтезатор, он превращается в другой синт, ну в то же самое, Micro Lock, по сути, который есть у вас в полноценной версии рабочей станции. И там вы его можете как-то докручивать, доруливать, изменять звук, короче, делать всё, что вашей душе угодно. Он работает... давайте я его запущу. Он работает на нескольких слоях. Первый слой с двумя осцилляторами, допустим. Здесь фильтры на втором слое. Здесь с эффектами можно побаловаться. И третий слой предлагает нам купить арпеджиатор, которого нет в комплекте. Но опять же, это всё не на нашей совести, это всё на совести разработчика. Куча пресетов, куча, здесь огромная куча пресетов. Бас какой-то, лид. Я просто извините, что я так пальцем в небо, но действительно пресетов очень много. Если мы начнём их все с вами слушать, мы потратим очень много времени, а мне всё-таки хочется рассказать об этой программе вам в достаточно сжатой форме. Я думаю, с MIDI всё. Давайте посмотрим, что можно делать с волновыми формами. Хотя перед этим, перед этим давайте посмотрим на редактирование MIDI. Как я сказал, здесь есть возможность играть на клавишах. Причём клавиши тут, но я не знаю, как это можно назвать, наверное, их динамическими, потому что их можно... сейчас я найду, где это делается. Ух, сложно-сложно. Здесь можно было... да, вот, можно было клавиши менять по размеру и передвигать их. Соответственно, есть замочек, который не позволяет нам этого делать. И можно поиграть. Давайте перейдём к MIDI, откроем двойный шелчок. В целом по управлению здесь всё довольно просто, только нужно привыкнуть. Есть те же самые MIDI вот эти кусочки, которые в пиано роли мы можем раскидывать куда угодно, изменять, допустим, их длину. Вот это, кстати, мне довольно сложно даётся. Вот можно длину сразу изменять, когда мы что-то рисуем. Достаточно удобно, а уже готовые куски... вот у меня лично не получается менять длину, но это делать тут, конечно, можно. Ой, случайно удалил ноту. В целом управление достаточно интересное. Сплиты, эрейсы... кстати, всё удаляется, кусочки, если вам нужно удалить по щелчку по нему, тоже достаточно интересно. Вот, можно квантовать, можно... ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух... Так, можно мьютить, транспонировать можно, можно изменять сетку и опять же задавать метроному скорость и сетку, по которой будет работать как перестановка кусочков, так и метрономы. Вот. Теперь давайте всё-таки перейдём, наконец, к волновой форме. Посмотрим волновую форму на примере баса, спустимся к нему, засолим. Вот такой он классный. Давайте даже вот отсюда откуда-нибудь... вот здесь также есть Erase, здесь можно что-то подрезать функцией Trim, здесь можно повернуть. Был криповый хор, теперь криповый бас. Ну ладно, можно нормализировать, можно делать фэйдики. Ой-ой! Благо Ctrl-Z здесь имеется. Можно экспортировать To Media отдельно звук баса, если это нужно. И можно менять также сетку, как и с миди. Вот. Всего здесь доступно три типа дорожек. Это миди-дорожка с виртуальным инструментом, это аудио-дорожка, и в Cubasis 3 появился новый вид дорожки. Это групп-дорожка, то есть хотим мы все барабаны закинуть в одну группу. Пожалуйста. Барабаны играют в одной группе, я в любой момент могу либо засолить, либо наоборот замьютить всю ударку. Это отлично. Вот. Я думаю, настало время переходить к эффектам, потому что мы все этого жаждем, мы все этого ждём. И почему бы нам не посмотреть эффекты как раз на барабанах? Поэтому засолим, врубим. Кстати, ну тут установки раскиданы, то есть нам сразу кит послушать не получится, скорее всего. Посмотрим, что у нас с эффектами. Опять же, здесь можно ставить эффекты прямо в insert. Можно делать посыл на эффекты. Допустим, вот у барабанов нету никаких посылов на эффекты, давайте сделаем посыл на вот на ревер на какой-нибудь, да? Побольше даже. Посыл имеется, так сказать. Здесь, допустим, есть эквалайзер. Отлично. Здесь есть реверберация, есть дилей, ченнел-стрип. В ченнел-стрип входят обрезные фильтры, ноиз-гейт, сайдчейн компрессия, обычная компрессия и сатурация, чтобы дать немножко искринки на самом конце. Различные эквалайзеры, студия эквалайзер, есть такого вида эквалайзер. Обычный компрессор Cubase-овский. Мастер-стрип. Кстати, это очень классная вещь. Это... знаете, вырублю, чтобы он не мешал. Это инструмент, с помощью которого вы уже здесь, прямо внутри интерфейса Cubase-е сможете делать мастеринг. Да, какой-то такой, знаете, по накидкам примерный, но всё же, это вещь, с помощью которой можно склеивать ваш трек нечто единое целое. Бриквол компрессия, лимитер есть, ноиз-гейт есть отдельно, вне ченнел-стрипа. Так, SpinFX. А я даже не знаю, что это такое. Тоже какой-то фильтр. Это какой-то фильтр, судя по всему. Напишите, кстати, в комментариях, кто шарит, что это такое. Так, тоже какая-то фильтрация. Дальше модуляция Horus Flanger Phaser. Симулятор усилителя, кстати. И я проспейлерю, мы на нашем тесте будем использовать симулятор, эмуляцию, точнее, усилителя. Так, Overdrive есть. И вот такой, такой смена фазы, смена фазы в виде эффекта. Да, есть дополнительные эффекты, к слову, от Waves есть эффекты, которые сюда можно поставить. Но, к сожалению, они недоступны на андроиде. Они доступны только на iOS. Нас, как всегда, с вами обманули, не додали, не довесили. И если я не ошибаюсь, на iOS даже их нужно покупать отдельно. Поэтому, яблобояре, не шибко там радуйтесь, смотрите, с той стороны экрана. Вот. Какие-то ещё есть эффекты. Допустим, FXPack. FXPack это отдельный набор эффектов. Есть первый FXPack, а вот прямо здесь их видно, а есть FXPack второй. Они стоят по 600 рублей, но я не знаю, есть ли смысл их покупать, если они не идут в комплекте. Если, в принципе, тут в комплекте есть всё, что нужно. Даже тот же самый Roomworks, его дают бесплатно. Просто нужно зарегистрировать вашу копию Cubasis на официальном сайте Steinberg. Что ещё есть по управлению именно линейками, именно каналами? Можно сменить имя, есть роутинг. Ну, допустим, роутинг у группы один. Давайте вот, допустим, на какой-то инструментальный трек, вот на бас. Вот роутинг у баса. Моноинпут и стереоалпут. В целом всё по стандарту. У андроида Cubasis поддерживает два входа и два выхода. У яблочных устройств это значение увеличивается до 24. Много, много. Андроида, как всегда, не додали. Ай-яй-яй. Пойдём дальше. Инсерты, как я уже сказал, здесь присутствуют. Посылы также, причём их можно... Сразу доступны все посылы. То есть вы вот здесь видите все посылы, которые у вас есть. Их не нужно создавать, просто нужно активировать посыл с канала, который вы хотите обработать. Автоматизация здесь также имеется. Есть небольшой блокнотик, куда можно вносить свои заметки, как и в штатном Cubase. Управление канала. Здесь фейдер, панорама. Опять же, роутинг здесь присутствует. Чтение и запись автоматизации есть. Допустим, громкость можно прописать. Мониторинг прямой с обработкой. Допустим, у вас какая-то VST-обработка, и вы врубаете мониторинг. Кстати, кстати, по поводу задержки стоит немножечко сказать, потому что это действительно важно. Задержка здесь есть. И когда вы только первый раз включите вот эту штуку, вам может показаться, что задержка убербольшая. Попробуйте после этого, после того, как вы разочаровались полностью в потраченных вами в этой покупке, взять и подключить звуковую карту к компьютеру. И через компьютер поменять буфер на звуковой карте. Потому что здесь в настройках, допустим, есть вот такая вот штучка Engine Buffering. Она сейчас у меня в OFF. И даже когда она в OFF, задержка всё равно может быть из-за того, что в самой карте стоит слишком большое значение буфера, которое вы можете поменять и, соответственно, избавиться от задержки. И обращайте внимание на Engine Buffering. Её тоже можно покрутить, чтобы как-то компенсировать задержку. Вот, ну раз мы с вами... Ну давайте разберёмся уже с входными линейками. А в принципе, тут больше ничего нет. Тут есть цвет, можно задавать. Оп, красненький бас у нас будет. И какая-то системная информация. Ну это, например, загрузка процессора внутреннего. Посмотрим, что у нас по настройкам. Sample Rate, кстати, фиксированы все проекты в 48. Почему так? Зачем так? Не знаю. Ну вот всё же. 41 переставить почему-то нельзя. Можно изменить битрейт. Вот, кстати, размер истории. История тут очень большая. Вот, допустим, я зажимаю. Но сейчас я просто... я уже откатился до кучи всего, откатил кучу своих действий, но здесь действительно, когда мне захотелось просто вернуть проект первоначальному виду, когда я всё это делал, тестировал сам с собой, очень много раз можно нажать Ctrl-Z. И эта штука, она всё запоминает. Это отлично. Это поможет вам, не знаю, исправить какой-то ляп, который вы, возможно, допустите во время работы. Так. И здесь есть, конечно же, различные настройки, но это больше такое, знаете, техническое, которое нас не особо волнует. Настройки MIDI, настройки пэдов. Вот, например, можно подписать нотами все клавиши. Настройки метронома, громкость его панорама. И есть настройка миксдауна. Ну тут значёчек магазина, чтобы вы зашли и потратили свои кровные деньги. А здесь у нас... здесь у нас помощь. Да, здесь у нас помощь по Cubasis 3, если вы вдруг что-то потеряли. Есть окошечко микшера. То есть вы можете запустить всё это дело. И сразу в микшере мониторить. Здесь есть и панорама. И все функции, которые есть у вас, у канала в принципе. Вот. Что... кстати, управление китами. Тоже интересно. Что мне... я не знаю, я вот... на самом деле я до конца так и не понял, а понравилось мне это или не понравилось. Все проекты, они сохраняются автоматически. То есть вам не нужно нажимать именно на сохранение. Проекты, когда вы выходите, допустим, они сохраняются сами. Я правда не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, это отлично. Вот. С другой стороны, вы можете сохранить проект и что-то в нём потом на беда курить. И загрузить прошлую версию у вас не получится. Для этого, конечно, здесь есть функция duplicate. То есть вот нажимаем, допустим, duplicate. Да. Опача! Он делает ещё один проект с таким же именем. Но это не так удобно. Поэтому учитывайте, учитывайте. Соответственно, по всем отдельным вкладочкам у нас есть всё, что нужно. Вот есть мусорка, есть какие-то аудиолупы, которые мы, допустим, записывали и тому подобное. Вооружившись приложухой и всеми накопленными знаниями о ней, давайте попробуем записать какой-нибудь кусочек последовательно. Будем подключать различные инструменты к нашей звуковой карте. Какие-то инструменты будем, конечно же, снимать микрофоном, который мы сюда будем подключать. А потом вот этот мультитрек, который у нас накопится, мы попробуем свести. Ну как, примерно подсвести средствами, которые у нас есть исключительно в Cubasis. И послушаем результат. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая получилась приложуха. Признаться, в этом плане я человек не особо мобильный. Да, звучит смешно, но я поясню. Мне намного комфортнее работать с компьютером, с ноутбуком или стационарным компьютером цифровой рабочей станции, но даже мне это приложение показалось достаточно удобным. Очень удобно, если муза вдруг вас застукала по пути домой в вагоне метро взять, что-то набить, приехать домой. Это всё дело перекинуть на компьютер, потому что, я повторюсь, тут есть совместимость с полновесной версией Cubase. И уже дальше развить свою мелодию, которую вы накидали, возможно, с новыми инструментами, возможно, подправив звучание синтезатора, которую вы здесь использовали, потому что, опять же, синтезатор один и тот же. В Cubase он загрузится, в этом нет никаких проблем. И это действительно интересно, и мне очень интересно будет услышать ещё, что вы думаете по поводу вот этой самой приложеньки. Её довольно часто прикладывают в комплекте, облегчённую бесплатную версию, но всё же. И я думаю, что многие из вас уже успели ей как-то так или иначе попользоваться, поэтому ваша обратная связь, ваше мнение по поводу этого приложения, имеет ли оно место быть, имеет ли право на жизнь, будет очень ценным. Друзья, на этом всё. Я напоминаю, что вы находились на канале Давай Запишем. Если видео понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что впереди много нового, интересного, музыкального и, конечно же, из сферы Pro Audio. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!